Вот такая пушка. Кстати, ребята, если вы хотите удивить кого-нибудь, засуньте сюда два пальца, когда усилитель работает. Сегодня у нас в видео вот такая пушка, огромный усилитель. Это не 12-киловаттный, я в инстаграме выкладывал, что только не написали. Сегодня мы его с вами замерим. Это будет являться топом в сезоне 2019 года, как для спортсменов, так и для топовых музыкантов. Ну что, давайте замерим вот этого монстра. Стема, вот скажи, вот ты, когда первый раз его видел, ты в локтях его начал мерить, давай померяем. Раз, но больше двух локтей. Два с половиной локтя. Усилитель, да, длиной два с половиной локтя, померьте у себя автомобиль, а хулеет это он или нет. Когда три года назад я ставил DB12000.1, мне эти усилители казались очень большими, они до сих пор стоят. Это, я могу сказать, что линейка эталонная в плане качества, надежности. Ну, походу, не тот усилитель. Назвали ОГО, это, наверное, ОГО-ОГО. Здесь заявка 20 кВт при условии 18 вольт. Думаем, что он будет называться АК20К. Ну, в общем, до конца еще. Не знаем, поэтому в комментариях. Напишите, может, вы нам придумаете какое-то действительно прикольное, уникальное имя. Приступим к пауэр-тесту нашего монстра. Покажем чистую мощность, которую выдаст этот усилитель. Питание у нас сегодня очень скромное. Всего лишь три секции 700 лития. И каждая секция у нас состоит из пяти банок. Вольтаж, как вы можете видеть, 18,9 вольт. Но это нужно для чего, вы это поймете чуть позже, когда мы сделаем замер. Смотрите, для вас буду фиксировать показания приборов. Основное у нас, конечно, осциллограф и сами вот данные приборы. Далее, включать будем с головного устройства. Все, давай, можно, я думаю, приступать к замеру и внимательно смотрим за синусоидой. Поехали. Да. Так, сигнал у нас чистый. Сейчас мы смотрим на наши показания. 139,8. Перемножаем на 138,5. И у нас итоговый просад 16,9. Это с 18,6 просад опустился до 16,9. Давайте 139,8. Да, 139,8. Умножаем на 138,5. И получаем вот такую мощность. 19362. Это у нас получается чистый сигнал на 16,9 вольтах. Теперь стреляем с клипом. Куда замер без клипа? Никуда. Наша максимальная мощность. Вот приборы мы все обнулили. Смотрим на красивый квадратик. Делаем маленькую громкость. Поехали. Поехали. О, нормально. Как пошли. Пипец есть? Есть. Стоп. Сколько? 165 на 16,2. 15,9 просад. 165 умножаем на 16,2. 25 киловатт. Грязного сигнала у нас получилось 24, короче. Вольтаж покажи. 15,9 вольт. Вот на 15,9 вольт получили 25 кило. Можно спокойно этот усилитель поставить на вольтаж на 15,5 вольт раскачать. Но у нас сезон 2019 будет сезон, наверное, титаната, литий-титанат. Там уже можно сделать питание. Во-первых, добавить одну баночку и сделать 18 вольт. А во-вторых, титанат отдает ток намного больше, чем обычный железо-фосфат. И для тех, у кого установлен титанат, даже в 15-ти вольтовом питании этот усилитель отдаст более 15-16 киловатт. Смотрите, сняли 19 киловатт. На самом деле можно валить с клипом. При 15 вольтах он будет грязного 20 отдавать. Ну или просто накрутить в шишку и получить клип АК-25. Если вы любите играть от 10 до 250 Гц, то вот эта пушка для вас... Электрогитара просто очень дорогая. Нормально мы представили топовый усилитель. Давайте теперь скажем, для кого он предназначен. Я думаю, что первая реализация его, это, конечно же, в спортивных системах, которые предназначены для получения максимальных децибел. То есть это усилитель без компромиссов. Здесь нужно бескомпромиссное питание, и он вам отдает бескомпромиссную мощность. Во-вторых, для повседневщиков, которые реализуют топ-проекты с заморочками, с крутым питанием на современном, на литий-титанате. Вот, пожалуйста, он позволяет вам сэкономить. Вот смотрите, действительно сэкономить, потому что если при условии 12-вольтового питания поставить две двенашки и поставить литий, просто обычный литий, наш желтый. Да, то это будет в полтора раза дороже получается. Да, а так ты добавил одну банку всего лишь, допустим, если на литий, либо сделал секцию из литий-титаната, который 18-вольт, и ты экономишь на усилителе. Чуть больше потратился в питании, но сэкономил. Тюм, мнение по данному усилителю, кто готов его купить, пишите в литечку. Может быть, продадим уникальный экземпляр, изготовим для вас планочку, да, индивидуально. Ой! Все, обзор закончен. Продолжение следует...